Смерть в 38 лет в гостинице от паралича сердца в обществе немецкой проститутки – глупый и не совсем приличный финал жизни героического генерала. Однако в этом сюжете до сих пор не все ясно. Ночью 25 июня 1882 года в московскую гостиницу «Дюссо» прибежала заплаканная проститутка Шарлотта Альтенрос и сказала, что у нее в номере гостиницы «Англия», что на углу Столешникова и Петровки внезапно скончался военный. Им оказался генерал Михаил Скобелев. В Москве он был проездом, следуя в отпуск в свое родное имение под Рязанью. Вскрытие производил патологоанатом московского университета профессор Иван Нейдинг. В заключении говорилось, скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых он страдал еще так недавно. Любопытная деталь заключается в том, что Скобелев раньше на сердце не жаловался. Впрочем, его врач Оскар Геффельдер находил у генерала признаки сердечной недостаточности. «Сравнительно с ростом и летами, — говорил он, — пульс у Скобелева был слабоват и мелкий, и, соответственно, тому деятельность сердца слаба, и звуки сердца, хотя и чистые, но глухие. Этот результат — аускультации, прослушивания и пальпации состояния всех вен и артерий, насколько они доступны наружному осмотру, дали мне основания заключить о слабо развитой сосудистой системе вообще и о слабо развитой мускулатуре сердца. Но в то же время Геффельдер отмечал необыкновенную выносливость и энергию Скобелева, который мог сутками находиться в седле и не спать, совершая длительные переходы. Это дает основания усомниться в том, что причиной смерти генерала стало слабое сердце. Не поверили в это и современники. Тем более после того, как стали известны подробности допроса Шарлотты Альтенрос. Та рассказала, из соседней комнаты подали бокал шампанского. Боевые офицеры пьют здоровье и его превосходительство. Генерал сидел у стола, брезгливо отодвинул бокал. Часа через два ему захотелось пить. Он опрокинул бокал и через несколько минут вытянулся и замер. Тело Скобелева по свидетельству друзей, которые первыми явились в гостиницу Дюссо, куда переносили их умершего товарища, одеревенело, а кожа пошла синими пятнами, что является признаком отравления цианистым калием. Газеты открыто писали, что ночью в Англии было совершено политическое убийство. Большинство склонялось к тому, что не обошлось без участия германских шпионов. Мол, по их заданию Шарлотта Альтенрос, сама немка, и подсыпала яд в принесенный бокал шампанского. Ко всему прочему, той же ночи у Скобелева из имения выкрали план войны с Германией. Что было в плане неизвестно, генерал не посвящал свои секреты даже ближайших друзей. Скобелев действительно был фигурой, очень раздражавшей рейс-канцлера Бисмарка. В ту пору, по воспоминаниям князя Владимира Мещерского, со дня на день Германия могла наброситься на Францию и раздавить ее. Но вдруг, благодаря смелому шагу Скобелева, сказалась впервые общность интересов России и Франции. Неожиданно для всех и к ужасу Бисмарка ни Россия, ни Франция не были уже изолированы. Скобелев впал жертвой своих убеждений, и русские люди в этом не сомневаются. Под смелым шагом Скобелева Мещерский имеет в виду две публичные речи, произнесенные генералом в Петербурге и Париже. 12 января 1882 года в ресторане «Береля» на банкете, устроенном в честь первой годовщины со дня штурма Геок-ТП крепости в Туркмении. Скобелев произнес горячий тост, носивший открытый панславянистский характер и направленный против Австро-Венгрии и Германии. «Господа», — заявил генерал, — «в то самое время, когда мы здесь радостно собрались, там, на берегах Адриатического моря, наших единоплеменников, отстаивающих свою веру и народность, именуют разбойниками и поступают с ними как стыковыми. Там, в родной нам славянской земле, немецко-мадьярские винтовки, направленные в единоверные нам груди». Речь вызвала широкую огласку, и правительство Австро-Венгрии высказало неудовольствие, расценив слова Скобелева как вмешательство в свои внутренние дела. В то время между Веной, Петербургом и Берлином действовал военный союз, союз трех императоров, и российский министр иностранных дел был вынужден принести австрийскому правительству изъявление своего сожаления по поводу этой застольной речи Скобелева. В правительственном вестнике было опубликовано соответствующее разъяснение, и генералу было предложено незамедлительно взять заграничный отпуск. Скобелев уехал в Париж. В столице Франции 5 февраля 1882 года его посетили жившие там сербские студенты и преподаватели благоденственный адрес. В ответной речи генерал дал волю чувствам. Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей. Вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя. Да, чужестранец проник всюду, во всем его рука. Он одурачивает нас своей политикой. Мы жертвы его интриг, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным гибельным влиянием, что если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него, на что я надеюсь, мы сможем это сделать не иначе, как с оружием в руках. Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и для славян, я назову вам его. Это враг натиска на восток. Он всем вам знаком. Это Германия. Повторяю вам и прошу не забыть это. Враг это Германия. Борьба между славянством и тефтонами неизбежна. Она даже очень близка. На следующий день, комментируя свое выступление в газете Левольтер, Скобелев подчеркнул, да, я сказал, что враг это Германия. Я это повторяю. Да, я думаю, что спасение в союзе славян, заметьте, я говорю, славян с Францией, для нас это средство восстановить нашу независимость. Для вас же это средство занять то положение, которое в войне утрачено после поражения в войне с Германией в 1871 году. Тогда же генерал тайно встречался с французским премьером Леоном Гамбеттой и обсуждал вопросы внешней политики. Речь Скобелева наделала много шума, и не только в Париже и Петербурге. Английский журналист Чарльз Марвин, бывший проездом в Берлине, записал в дневнике «По всему пути в разговорах только и слышишь, что имя Скобелева». В Берлине имя его повторялось в речах и беседах всех классов общества. Российскому МИДу снова пришлось оправдываться и открещиваться от беспокойного генерала, мол, он лицо частное. Кстати, домой Скобелев возвращался через Голландию и Швецию. Столь сильно было настроено против него общественное мнение в Германии. Скобелев еще не раз высказывался антинемецким ключе и вообще считал войну с Германией лучшим средством для консолидации русской нации. Вот за эти попытки расколоть союз трех императоров его, возможно, и убрали. Но немецкий след в этой истории заходит в тупик. Первая загадка – какой смысл Шарлотте Альтенрос травить человека у себя в номере, а потом самой же поднимать переполох. Вторая загадка – протокол допроса Шарлотты пропал, а самой ей дали возможность выехать за границу. Почему? Складывается впечатление, что кто-то прокладывал ложный след, а яд уже был в бокале шампанского, когда его принесли Скобелеву из соседнего номера. Проститутка здесь совершенно ни при чем. Но если это так, то в убийстве доблестного генерала стоит подозревать не кого-нибудь, а самого императора Александра Третьего. Отношения между героем-генералом и царем были очень натянуты. «Я ему устрою так», – говорил Скобелев отставного министра внутренних дел. Ларис Меликову, что если он приедет в Минск смотреть 4-й корпус, который командовал генерал, то на его здорового ребята будет ответом грубовое молчание. Генерал считал, что Александр идет на поводу у немцев в ущерб национальным интересам, а самодержец опасался, что Скобелев предпримет попытку государственного переворота, и эти опасения не были беспочвенными. Встретив Скобелева в Париже, французский писатель Эжен де Вагюэ отметил в записках, что тот вполне способен выступить в роли Бонапарта. Он назвал генерала опасным сумасшедшим, который может наделать много бед, если обстоятельства будут ему благоприятствовать. При этом Вагюэ констатировал, что популярность Скобелева в России безусловно несоизмеримо выше популярности царя. В свою очередь князь Петр Кропоткин вспоминал из посмертных бумаг Ларис Меликова, часть которых обнародована в Лондоне другом покойного. Видно, что когда Александр Третий вступил на престол и не решился созвать земских выборов, Скобелев предлагал даже Ларис Меликову и графу Игнатьеву арестовать Александра Третьего и заставить его подписать манифест о Конституции. Скобелев стал великой силой. Убеждал царя обер-прокурор Синода Константин Победоносцев и приобрел на массу громадное нравственное влияние, то есть люди ему верят и за ним следуют. Шаги, предпринятые Скобелем в последние годы жизни, заставляют предположить, что он готовился к какой-то политической акции, он искал контакты в Париже с народовольцами и грантами, пишет заметки о переустройстве России, переводит все ценные бумаги в наличность, без малого миллион рублей. Он, несомненно, создал себе такое кредо, писал литератор Василий Немирович Данченко. Правительство в смысле старого режима отжило свой век. Оно бессильно извне, оно бессильно также и внутри. Что может его низвергнуть? Конституционалисты, они слишком слабы. Революционеры, они тоже не имеют корней в широких массах. В России есть только одна организованная сила, это армия. И в ее руках судьбы России. А уж армия за Скобелевым пошла бы вне всяких сомнений. Но пожелав стать русским Бонапартом, Скобелев очень рисковал и просчитался. Отдалившись от своих войск, он стал легкой добычей сил, которые заставили навсегда замолчать фрондирующего вояку, невоздержанного на язык. Председатель Первой Государственной Думы Сергей Муромцев рассказывал воспоминания, что в связи с антиправительственной деятельностью Скобелева был учрежден особый тайный суд под председательством великого князя Владимира Александровича, который был большинством 33 голоса из 40 приговорил генерала к смерти. Есть данные, что Скобелеву кто-то угрожал. Об этом он писал славянофилу Ивану Аксакову и рассказывал своему адъютанту Петру Дукмасову. Выполнить приговор должны были члены особого тайного общества «Священная дружина». Оно создавалось для охраны царя и его близких и совмещало в себе черты третьего отделения масонских лож и подпольных организаций. Состав центрального общества до сих пор полностью неизвестен. Вероятно, в него входили и сам император, и великий князь Владимир Александрович, бывший командующим гвардией Петербургского военного округа. Руководство «Священной дружины» состояло из высшего дворянства, преимущественно из придворной аристократии. Для работы в Петербурге и Москве были образованы попечительства, в которые привлекались представители финансовой и промышленной бурзиадии. Дальше шли пятерки, куда могли входить и люди более простого происхождения. Вступавшие в «Священную дружину» приносили присягу, в которой ради спасения царя обязывались в случае необходимости даже отречься от семьи. Была организована и шпионская служба в виде бригады сыщиков и заграничной агентуры. Дружинники громили подпольные оппозиционные типографии, выслеживали и сдавали полиции деятелей революционного движения. Среди ее членов были и смертники, например, поклявшиеся разыскать революционеров князя Кропоткина, Гартмана и убить их. Вероятно, агенты «Священной дружины» и поднесли скобили в бокал с отравленным шампанским. Так думали и некоторые современники. «Да, я утверждаю», — писал, например, Немирович Данченко, «что это было подготовленное агентами «Священной дружины» убийство народного героя и вождя, убийство при помощи яда. С иезуитской ловкостью эти безнаказанные охранители монархии изловили еще молодого, нуждавшегося в удовлетворении естественных потребностей человека и покончили с ним, рассчитывая, и весьма верно, что правительственное лицемерие не допустит следствия, позорящего память героя. Следствия действительно как такового не было. Пропал даже злосчастный бокал, что усугубляет подозрение о причастности к делу верховной власти. Поэтому не удивляет и равнодушие, с которым Александр III отнесся к известию о смерти генерала. Между тем, день и ночь простой народ толпился у отеля «Дюссо», куда было перевезено тело покойного. Когда гроб поставили в церковь трех святителей на Арбате, мимо него в течение двух дней прошло более 60 тысяч человек. В день выноса гроба весь путь от церкви до вокзала, по которому следовала похоронная процессия, покрывали лавровые и дубовые листья. Улицы были переполнены народом. Это шествие триумфатора, а не похороны генерала, заметил корреспондент газеты «Новое время». Российский император на прощание с национальным героем почему-то не присутствовал. В романе Бориса Акунина «Турецкий гамбит» одним из главных действующих лиц является генерал Соболев. У литературного героя есть реальный прототип генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Он прославился в двух кампаниях. В 1877 и 1878 годах воевал с турками в Болгарии, где отличился при взятии плевны и деблокады Шипского перевала. Второй раз Скобелев проявил себя в Средней Азии, в 1880-1881 годах присоединив Туркмению к России. На родине генерал стал национальным героем. Его встречали как триумфатора, личной храбростью, всегда впереди на белом коне добившегося многих побед. По словам Василия Немировича Данченко, в последний год жизни Скобелев часто заводил разговоры о смерти. «Мне жаль, так много задумано, столько сделано для этого многого, а судьба все вырвет у меня из рук. Чувствуешь, что должен и можешь, видишь, вот оно тут, а что-то подсказывает, на самом пороге тебя подкосит курносая. Вы хорошо знаете, к чему я иду. Жаль не себя. Жаль оставлять Россию в руках бездарных и жалких лакеев. Время надвигается великое, а люди малые. Если бы вы их знали, так как я знаю, у вас тоже бы под головой вертелась подушка. Дарования и характеры гаснут. А подходят такие времена, какие еще не было. России понадобятся гиганты воли и гения, а не марионетки, которыми управляет зарубежная рука. Каждый день моей жизни отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Меня кто-то назвал роковым человеком, роковые люди и кончают всегда роковым образом». А вот его высказывание о немцах-патриотах. «Меня больше всего бесит наша уступчивость этим колбасникам», говорил Скобелев о немцах. «Даже у нас в России мы позволяем им безнаказанно делать все, что угодно, даем им во всем привилегии. Отчего же и не брать, когда наши добровольно все им уступают, считая их более способными. А они своей аккуратностью и терпением, которых у нас мало, много выигрывают и постепенно все подбирают в свои руки. А все-таки нельзя не отдать им справедливости, нельзя не уважать их как умных и ловких патриотов. Они не останавливаются ни перед какими препятствиями, ни перед какими мерами, если только видят пользу своего «фатерланда». Наша нация этим истинным и глубоким патриотизмом не может похвастаться. Нет у нас таких патриотов, как, например, Бисмарк, который высоко держит с нами своего отечества и в то же время ведет на буксире господственных, государственных людей чуть не всей Европы. Самостоятельности у нас мало в политике. Текст подготовлен Павлом Доброхотовым, публикуется в журнале «Вокруг света» в сентябре 2013 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!